Всем добрый день, меня зовут Сергей, я врач-терматолог-ортопед и по совместительству руководителя клуба Московского энергетического института. У меня сразу вопрос, тут все альпинисты или нет? Хорошо, кто альпинист? Ну или планирует им быть? Хорошо. Ну, кто не планирует им быть? Ну и хорошо. Ну, потому что в основном это лекция ориентированная на альпинистов, ну, может быть, на горных туристов. То есть, если... Ну, наверное, можно и горным лыжам применить, но по большей части все-таки альпинизм. Значит, кто ни разу не был, ну, почти все, кроме Коли, значит, сразу скажу формат. То есть, я говорю, но когда вам что-то непонятно, дождите, пока я хотя бы слово договорю и тут же спрашивайте. То есть, не надо ждать конца лекции, когда там все вопросы уже забудутся, смело. Ну, не перебивайте уж прям совсем нагло, ну, так аккуратненько можно. Ну, наверное, начнем. Значит, у нас сегодня основная тема – это первая помощь при заболеваниях и травмах в горах. Значит, сразу скажу, нет цели научить вас быть врачами, есть цель научить вас делать так, чтобы вы, не навредя человеку, возможно, даже немножечко ему сумев помочь, ну, как-то его довели, довезли, доставили, не знаю уж каким образом, до человека с медицинским, с профимедицинским образованием. Ну, и чтобы могли отличать состояния, которые, условно говоря, не требуют специального медицинского обследования и которые требуют. Конечно, там, за сколько, там, за полтора-два часа, что мы тут будем говорить, мы все это точно не выясним, но, по крайней мере, какое-то понимание, надеюсь, у вас будет. Еще раз повторяю, чтобы понимание было более полным, не стесняйтесь меня останавливать и задавать вопросы. Если какие-то будут вопросы не совсем по теме, тоже, пожалуйста, спрашивайте, наверное, лучше в конце. И у меня будет еще просьба, то есть, если вдруг заскучаете, вы подумайте о том, в принципе, какие темы вам было бы интересно услышать там на каких-то других лекциях. То есть, а то я вот это все рассказываю, рассказываю, а может быть, уже все это все знают и что-то другое там, допустим, на чем-то более подробно остановиться в следующих лекциях. Ладно? Ну, начнем. Как сейчас модно говорить, картинки для привлечения внимания. Это когда совсем для новичковых девок, которые еще не знали, что делать, показать, что горы не такие уж и мертвые. Все там есть. И красоты, и реки, и туманы, и луга, и снега, и даже люди иногда попадаются. Значит, начнем мы с того, что в горах должно быть у каждого. Это индивидуальная аптечка. По поводу фотографирования у нас на сайте нашего альт-клуба, альт-клуб МИИ, это есть, там, ну, если вбить поиски, наверное, лекции по первой помощи, это будет. Поэтому можно не фотографировать. Если ее там вдруг нету, я выложу еще раз. Вот. Значит, индивидуальная... Ну, вкратце расскажу. Есть три, как бы, уровня аптечек, которые обычно формируются на сборах любых альт-клубов, мероприятий, ну, любых правильных мероприятий, да. Первый уровень – это самый нижний уровень, это индивидуальная аптечка, это то, что должно быть у каждого, то, что он, все лекарства, или там нет лекарств, то, что знает на зубок. Второй уровень – это штурмовая аптечка, которая дается на группы, на отделения, на отряд, там уж как называть. Там есть, то есть, обычно выдается, как бы, на несколько дней, ну, на восхождение, грубо говоря. То есть, там те лекарства, которые необходимы при самых частых болезнях, травмах, которые могут случиться на восхождение. Обычно это какая-то очень небольшая емкость, там бутербродница или специальные аптечки. Вот, фирма «Татонка» там делает, здесь наверняка продаются. Вот, это второй уровень. Третий уровень, самый такой, самый продвинутый – это базовая аптечка. То есть, это то, где в зависимости от квалификации врача сборов, там, врача мероприятия, есть, ну, практически, там, такой маленький полевой госпиталь. То есть, у меня, когда я еду на наши сборы, да, врачом, у меня в аптеке, вот, большой, базовый, есть все, чтобы делать какую-нибудь маленькую операцию, например. Ну, что-нибудь там зашить, убрать что-нибудь, вытащить. По-венному делу, не аппендицит прооперировать. Вот, так вот, индивидуальная аптечка, она формируется из ваших личных потребностей, из ваших личных заболеваний, если они есть. И из того, что не требует, грубо говоря, медицинской помощи, именно квалифицированной, что вы можете сделать себе сами. То есть, при, там, порезах, при натертостях, ушибах, головной боли. Вот, и исходя из этого, вот, вот эти принципы, все задних рядов видно, что есть написано, да, чтобы просто я тупо не перечитывал, что здесь, что здесь есть. Вот, пожалуй, вот самое главное, а на что, не то не знаю, на что нажимать, чтобы указка работала. О, догадался. Две вещи, наверное, главные. Это тренировка дома, то есть, вот вы, там дальше будет примерный список этой аптечки, примерный, на мой взгляд, который совершенно точно подлежит и коррекции, и там, скепсису, и обсуждению. Это очень субъективно. Это тренировка дома, вот, и вот этот пункт, то, что все лекарства должны быть известны. Вот это главные моменты. То есть, если в травмовой аптечке, за которую обычно отвечает, ну, человек, который либо с медицинским образованием, либо, ну, там, после каких-то курсов, либо, там, с ним врач разговаривал, объяснил, кто, что, что и что, то вот эта аптечка, она именно у вас, чтобы не тревожить человека, у которого штурмовая аптечка, там, при каком-то легкой ссадине, вот, вы должны все знать про все лекарства, которые здесь есть. Вот, ну, это, это очень примерный список, да. Он зависит, конечно же, там, от протяженности маршрута, от протяженности экспедиции, то есть, если это какой-то однодневный маршрут, ну, наверное, можно меньше всего взять, если многодневно, что-то добавить. Вот, здесь я, наверное, перечислю. Это нестерильный бинт, можно стерильно, просто он, ну, никакой надвости в стерильном бинте нету, потому что стерильный бинт необходим исключительно в условии стерильно-операционной. Эластичный бинт, да, чтобы можно было наложить себе повязку тугую на любой сустав. Что-то, чем обработать рану. Ну, сейчас очень много всяких растворов. Самый, наверное, широкого спектра действия – это бетадин. Это перекись. Это лекопластырь в рулоне, которым можно примотать любую повязку, да, заклеить любую повязку. Это лекопластырь бактерицидный на рану, да. Ну, понятно, чем отличается лекопластырь в рулоне и лекопластырь бактерицидный. Бактерицидный, который с зелененькой полосочкой посередине, ну, старый наш. Это обезболивающие таблетки. Ну, это я писал давно. Сейчас, к сожалению, в свободной продаже нету этих препаратов. Это самый сильный из ранее разрешенных анальгетиков. Но есть одна аптека, в конце скажу, где можно заказать. Ну, может, не одна, я просто одну знаю. Вот, напомните мне, тут, по понятным причинам, не стал о ней писать. Раствор изотоника. Опять же, там, кто-то любит сам делать, там, на основе, там, регидроны. Кто-то любит с собой литр минералки носить, тут как-то хочет, но при длительной ходьбе изотоник, разумеется, ну, изотоник нужен, потому что организм теряет много влаги. Мы об этом поговорим еще подальше. Что-то от аллергии. Все равно что, но препараты должны быть третьего поколения, потому что они без снотворного эффекта. То есть, любимый супрастинт и вигил в горах, наверное, ну, только на ночь, если пойдут, если из-за горной болезни не спится. Вот, от аллергии их не стоит применять. Вот. И, наверное, главный препарат при горной болезни – это диакарп. Потому что мы попозже на этом всем остановимся. Ну, и, разумеется, те препараты, про которые вы знаете, что вам они нужны, потому что вы, как сознательные люди, прошли полное обследование в физкультурном диспансере. Потому что альпинизм – это спорт. Спорт, связан с высокими нагрузками. Знаете все о своем организме, и вам врач сказал, что вам нужно делать. Кто-нибудь проходил обследование в физкультурном диспансере? Ну, один человек уже хорошо. Уже два, два, уже почти, наверное, 10%. А, я. Ну, это опять же к вопросу о своем отношении к здоровью. Немножечко отвлекусь от темы. Если вы читали… Кто-нибудь, кстати, читал правила совершения восхождения и проведения мероприятий? Главное правило, по которым, собственно, мы все ходим в горы. Я помню осилить. Ну, рекомендую осилить полностью, чтобы не было вопросов. Там один из пунктов, ну, обязательный документ – это справка о том, что вам можно в горы. Получить ее можно абсолютно разными способами, да. Можно в интернете получить, встретиться там на метро Пролетарское, около колонки СОС. Можно попробовать забодать в поликлинику, чтобы дали направление, но это практически нереально. Им сейчас, по-моему, запретили это делать. Вот. Можно сходить в один из, там, девяти, или сколько, не помню, сейчас в Москве физкультурных диспансеров, заплатить, по-моему, что-то в районе трех-пяти тысяч рублей, вот, и пройти полное обследование. И, ну, скажем так, наверное, не совсем полное, потому что у них обычно каких-то специалистов всегда не хватает, то, по крайней мере, это хоть какое-то представление о своем организме получить. Вот. Что там за обследование проводится? Зависк, к сожалению, от диспансера. У них нет единого, то есть от того, что есть, от того, какие специалисты есть. Но, как правило, это, ну, обычный комплекс, который нужен для госпитализации в любую больницу, то есть анализы крови стандартные, ЭКГ. Вот. В идеале это еще различные пробы под нагрузкой. Вот. Это в идеале. То есть если это есть, то это хорошо. Вот. Если это первый диспансер на Курске, да, московский МНП-ЦСМ, где снимались Покровские ворота, вот, то там все это есть. А, кстати говоря, тут есть люди со вторым разрядом и выше. Ну, ты ладно. Ладно. Просто тут вчера выяснилось то, что есть возможность таким людям бесплатно пройти обследование на Курской. Это я расскажу потом тебе. Ну, для быства не актуально, ладно. Так. Тут как вопрос о ее необходимости. Это чтобы на горе официально можно прийти с наступку. Официально можно идти в горы с любой справкой, которую вы распечатаны на стомпринтере и сами подписались. Вот, да, потому что я-то был, я продевался на велосипедрус, ничего там с вами не случилось. Слава богу. Но я никогда ничего не проходил. Слава богу. Ну, тут как это... Это такая же вероятность, как встретить в Москве динозавры, да? Либо встреча, либо нет. То есть тут абсолютно... Меня как врача сборов интересует наличие справки. Способ получения справки меня не интересует. Он должен интересовать вас. Ну, грубо говоря. Потому что жизнь, здоровье ваша. Мне не прошу по ГМСу пройти врачей. Пожалуйста. А потом купить справки. Пожалуйста, да. Это вот... У нас так любят эти дискультаризации, которые давайте поставить? Нет. Я поэтому говорю именно про физкультурные диспансеры. Чтобы это было. Да. По-моему, кстати, в Риотове там как-то можно... Там хорошо делают, и там вроде подешевле, по-моему. Но я уже, если честно, давно этой темы не касался, могу ошибаться. Кому интересно, погуглите, посмотрите, позвоните. Пообзванивайте. Вот. Ну, в принципе, в принципе, вот даже для галочки, ну, раз в год рекомендую хотя бы вот самый простой спектр. Общий анализиков биохимик, углограмма, ЭКГ, рентген грудной клетки. Все. Так, идем дальше. Ну, самое частое состояние, подчеркиваю, состояние, не заболевание, которое бывает в горах, это горная болезнь. Если вкратце, она возникает от того, что в атмосфере падает давление кислорода, вот, наш организм к этому, грубо говоря, не готов. Я сейчас не буду рассказывать всю биохимию процесса. Вот. Вы как-то нормально существовали в горах. То есть, тут я написал все неприятные, да, симптомы, которые бывают. Вот. Но еще при этом возникают обязательно два симптома, которые, ну, у любого здорового человека должны возникать, да. Это учащение сердцебиения, это одышка. Потому что это есть приспособление нашего организма к тому, что кислорода меньше. Соответственно, надо его чаще заглатывать и чаще по организму раздавать, распихивать. Вот. Все остальные вот эти вот заболевания, симптомы прекрасные, да, они связаны именно с начальными стадиями отека головного мозга. То есть, это так называемые общимозговые симптомы. Ну, условно говоря, при сотрясении мозга будет, возможно, примерно такая же картина. С утра после бурной ночи тоже, возможно, такая же картина. Потому что после приема большого количества алкоголя тоже вот состояние, называемое похмелем, да, оно есть не что иное, как небольшой отек мозга. Поэтому симптомы будут те же самые. Основные симптомы, конечно, это головная боль. Кто-то, кто был в горах, вот у кого была горная болезнь, такие проявления. А кто, есть те, кто был в горах на высоте, там больше двух с половиной тысяч метров, у которых не было горной болезни. Счастливые люди. Я вам завидую. У меня первые пять лет занятий альпинизмом, я уже знал, что там с 3 по 5 день наша группа не планировал ничего, потому что я лежал и помирал. Что бы я ни делал, как бы я ни тренировался до этого. Поэтому я вам всем завидую. Потом как-то просто все ушло за один раз и больше не возвращалось. Значит, основные жалобы – это головная боль, это тошнота, реже рвота. Все остальное бывает реже. Очень часто бессонница, потому что это еще связано с тем, что когда вас тошнит, рвет и болит голова, уснуется сложновато. Ну, иногда бывает просто спать не хочется от того, что перетрудились. Значит, почему это все возникает и как это все предотвратить? Значит, самый главный фактор риска – это, разумеется, высота. Потому что чем выше мы забираемся, тем числороз становится меньше. Но тут есть один момент. Чем южнее горы, тем выше эта высота, с которой, ну, скажем так, теоретически может начаться горная болезнь. То есть, условно говоря, 5000-ник Эльбрус, да, и там 6000 в Гималаях базовый лагерь – вообще будут совершенно разные ощущения. Я в Гималаях не был сам, но те, кто был, да, говорят, что на 6000-х там, ну, гуляешь спокойно, хорошо. То есть, это связано именно с тем, что чем южнее, тем больше кислорода. Значит, это первое. Второе – это высота ночевки. То есть, грубо говоря, если вы стартовали там из базового лагеря, который на высоте, там, не знаю, 2000 метров, а ночевка у вас планируется на высоте 3000 метров, вот, вы, а в этот день вы еще забрались повыше, там, не знаю, какие-то занятия провели, может быть, маршрут дальнейший разведали, в общем, вы поднялись, на высоте 3500 поработали пару часиков, потом спустились на 3000 и уснули. Это хорошо. То есть, это лучше, чем просто подняться на 3000 метров с 2000 и, грубо говоря, там уснуть. Есть много правил по тому, сколько надо набирать высоты за сутки. Я их очень не люблю, потому что, вот, я в горы хожу с 2001 года, ни разу еще, вот, я в зависимости… Не, ну, по-моему, делаю, если там 3000 в день набираешь высоты, то тебе будет хреново. Ну, вот, но те рекомендации, там, по-моему, там, по разным источникам, от 300 до 700 метров в день максимум набирать, ну, мне кажется, они неправильными. Потому что это все зависит вот именно от абсолютной высоты, от района, от физической формы людей. Поэтому такими вещами я бы не стал оперировать. Вот. Недостаток акклиматизации. Да, что такое акклиматизация? Это процесс адаптации организма к тому, что он приехал в другое место с другими внешними условиями. То есть это обычно 2-3 дня. Вот почему я говорю, у меня с 3 по 5 день меня вырубало. Потому что это как раз день, это как раз вот тот пик, когда внутренние ресурсы организма, там, накопленные ретроциты, они уже выбросились, а новые в большом количестве, чтобы обеспечить работу организма при маленьком количестве кислорода, еще не накопились. Вот. Поэтому вот обычно на 3-4 день наступает такой пик акклиматизации, становится не очень хорошо. А потом уже все идет по накатанной. Вот. Поэтому обычно в учебных отделениях, ну, там, среди новичков, да, обычно там до пятого дня какие-то выходы серьезно наверх не планируются. Обычно. Это, опять же, не догма. Там спортсмены более высокого уровня, но они себя уже знают, и они уже в состоянии сами регулировать, когда им куда идти. Вот. Быстрый набор высоты. Вот. Ну, опять же, тут то, что я говорил, я не хочу называть цифры. Если вы идете наверх, там, с рюкзаком, вам становится плохо, значит, для вас это быстрый набор высоты. В принципе, критерий один. Следующий. Большая нагрузка на высоте. Вот сейчас такого уже практически нет, но раньше, по рассказам старших товарищей, отца и так далее, в лагерях практиковались, там, постоянно сдача нормативов, утренние разминки, пробежки и прочее. Именно вот в лагерях, в альпинистских уже наверху. Вот. Я категорически противник этого. Объясню почему. Потому что, ну, все тренировки, они, собственно, должны быть в межсезонье. А в горы, когда мы приезжаем, вот, как я уже говорил, организм испытывает громаднейший стресс. Потому что любая адаптация к любым новым условиям – это большой стресс. То есть, одно дело – это перелететь из Неварской Москвы в июньскую Турцию. Там один фактор, это, ну, два фактора. Это жара и инсуляция, много солнца. А тут появляется еще много факторов. Это холод, это ветер, недостаток кислорода. Ну, там очень много чего. И изнурять организм еще дополнительными нагрузками. Это при том, что, в принципе, вы приезжаете туда не на море купаться, да, не в море, вы приезжаете не загорать, а вы там, в принципе, что-то делаете. Ходите, там, тренируетесь, там, с веревкой работаете. То есть, дополнительные еще какие-то общих физические упражнения я лично считаю ненужными, неоправданными. Старые инструктора, возможно, со мной не согласятся. К счастью, их здесь нет. Поэтому мы об этом не узнаем. Ну, разумеется, вот этот фактор, да, то есть, из серии, когда человек, там, приходит в мае, здрасте, я хочу с вами в горы поехать. Ну, ладно, хорошо, поехали, а там, вот давай, у нас сейчас нормативы, там, подтянись, там, побеги. А что, бегать еще надо, да? То есть, бегать надо не потому, что мы такие плохие, создаем нормативы, чтобы зарубить кого-то в горы, не взять, да, чтобы вы там просто не померли. Потому что, не, бывают уникальные люди, которые, причем альпинист высокого уровня, которые вот реально в Москве ничего не делают, потом ходят на высоту и прекрасно себя чувствуют. Но это именно уникальные люди. На них, конечно, надо быть уникальными, но стремиться надо все-таки к тяжелой работе в межсезонье. Есть ли цель ходить нормально, красиво, высокие горы. Есть там Крым, есть Хибина, да, горы маленькой высоты. Там все попроще. Кавказ уже вот это не потерпит. Ну и, разумеется, это вот то, что я про себя рассказывал, то, что там был лес рук, который ничего не было, это индивидуальные предположенности. Причем, ну, как бы в общем анализе крови это не определит. То есть гемоглобин исходный, он не является каким-то показателем, который вам скажет, будет у вас горная болезнь, не будет. На это не ориентируйтесь. Так. Ну, собственно, как выглядит человек, у которого развивается или развилась классическая горная болезнь? То есть то, что вы увидите, а может и не увидите, ну, если увидите, 100% возьмите случаев. Ну, сначала он будет жаловаться на головную боль. То есть это возникает чаще всего, эта жалоба. Потом, ну вот, как правило, в учебных отделениях существует такой, ну, темп на подход. Ну, чаще всего это возникает, разумеется, на подходах. То есть на подходах уже под ночевки, откуда будете уже идти на штурм горы. Потому что это первый такой серьезный выход, связанный с высокой нагрузкой, с рюкзаком. Рюкзак обычно тяжелый, там, идете на несколько дней, там, килограмм в 25. Может быть, рюкзак у кого-то, может быть, у самого смелого и больше, если он идет с маленькой девочкой, которую хочет разгрузить. Вот. Поэтому обычно возникает это вот на подходах. И обычно такой темп, ну, классический принят, но опять же, это далеко не у всех. 50 минут идете, 10 минут отдыхаете. У кого-то там 45-15. Ну, тоже там инструктор смотрит на людей, ну, видит, как они готовы, и сам определяет. Вот. И часто бывает, что там на первой, на второй такой остановке человек, ну, вот, вы же там уже там какое-то время общаетесь, вы знаете, там, этот улыбается все время, этот дурачок, наоборот, там сидит, там ничего нет, это там еще что-то. Ну, вы уже знаете, там, эмоции и реакции друг друга, там, на какие-то шутки, еще что-то. Ну, смотрите, вот, был весельчак, а тут сидит, в одну точку смотрит, и ему ничего не надо. Но явно что-то случилось. Ну, скорее всего, это горная болезнь. То есть головной боли присоединяется еще эмоциональная составляющая, потому что из серии отвалите от меня всем, мне ничего не надо. Вот. Но это может в редкий случай смеяться, наоборот, эйфорией. То есть человек, наоборот, начиная там, был, там, сидел в уголку, а тут в уголке начинает тут быть душой компании. Тоже к таким товарищам надо относиться не с технически абсолютно, но внимательно, потому что, возможно, тоже у него начинается горная болезнь, тоже это состояние связано с начинающимся отеком мозга, и надо, ну, отек мозга, опять же, не пугайтесь этого слова, это не обязательно требует каких-то реанимационных мероприятий. Вот. Но надо за ним понаблюдать. Обязательно, вот, видите, изменение состояния. И человек сам, еще вот помните, как устроена психология человека, особенно новичка, там, особенно, не знаю, если там один мужик и пять девушек, да, ну, что он скажет, что мне хреново, я дальше идти не могу? Да нет, конечно. Вот, поэтому нужно всегда, ну, во-первых, самое главное в себе вот это, вот этого мужика надо выкинуть, потому что лучше сказать сейчас, чем потом тебя будут нести эти пять девушек вниз. Ну, хотя бы вот, надо их, хотя бы их пожалеть. Вот. Ну, а второй момент, ну, лучше предотвратить болезнь зародыша, чем потом устроить гонки на вертолете, в реанимации и так далее, которые могут и успехом не увенчаться. Я, возможно, сильно пугаю, но я лучше буду сильно пугать. Да. Насколько быстро это состояние нарастает? Насколько я всегда помню, вот, ведь я помню, у меня этого не было, я не знаю. То есть у меня было, ну, после восхождения уже началось, то есть, может быть, это связано было, вообще это была не горная болезнь. Может быть, муж устали просто, да. Вот. У меня началось все с тошноты, соответственно, после этого, как бы, я ничего не поела, дальше мы пошли, ну, а, ну, еще бессонница. Угу. То есть я не отдохнула, я не поела, мы пошли, и как бы, ну, и все. Я, как бы, очень быстро скобычула. Ну, и начали спускаться. Ну, и дальше меня уже снимали, да. Ну, это нормально, скорее всего, это была горная болезнь. То есть... Это нормально. Ну, скажем так, чаще всего это возникает, вот, во время долгой физической нагрузки, это может возникать вот за несколько минут. Ну, человек шел, шел, а потом уже что-то это, скопытился. Может быть, такое. Вот. Второе, а может даже и первое по частоте, это ночь. Потому что там есть свойства нашей нервной системы, потому что там немножко другие механизмы работают, вегетативная система начинает включаться. Вот. И все вот эти проявления, они, ну, сильно ярче, что ли, выглядят. Вот. На спуске реже, сильно реже, обычно на спуске хорошо. Но если, вот, как вы сказали, там все, и бессонница, и голод, и вот это, если все это накладывается, то есть это могло начаться там, но просто не оккупироваться на спуске. Но опять же, там спуск быстрый был у вас? Ну, там получилось так, что, да, быстрый был ухо. Это был ухо, то есть мы поднялись со сковородки на восхождение, спустились вниз, и после этого группа решила, что надо спускаться еще ниже. Ну, сложно сказать, может, переутомились. Вот все вот эти симптомы горной болезни, да, они же, ну, они подходят к очень многому, к очень многому. Просто будучи в горах, мы думаем, что, скорее всего, это. Вот, опять же, цель сделать из вас врачей нету. Вот, значит, что нужно делать в первую очередь вот с этим гарным хлопцем, который не хочет из себя строить больного, нужно предложить ему его разгрузить. Если не соглашается, значит, ударить ледорубом и продолжить разгрузку. Вот, ну, хотя бы там по чуть-чуть, там, вот, килограмма там, 2-3 возьмете, уже будет хорошо. Может быть, сразу будет незаметно, но, в принципе, это будет хорошо. Опять же, да, это можно видеть по тому, как человек идет. Если вот вся группа идет одним темпом, да, тут, хоп, один резко начал отставить. Причем парень, ну, вроде не слабый, да, нормальный лось, резко начал отставать. Вы ему задаете вопросы, он отвечает на них, ну, как-то вот не так, как обычно. То есть, совершенно необязательно его будет на вас, там, рвать, у него по носу секунду случится. Совершенно необязательно, да, это может быть только головной болью и спутность в сознании, такой вот легкой, ограничиться. Там, значит, если вы у него возьмете рюкзак, он полетит. Ну, полетит, в смысле, в хорошем смысле этого слова. Но совсем вы это делать не можете, потому что вы сами тоже не железно. Но чуть разгрузить нужно обязательно. А там уже надо смотреть. То есть, вот, грубо говоря, за месяц человек отстает, да, ну, там, инструктор по сигнализирует, чтобы сделал остановку уже сейчас, не ждал, там, вот есть, там, 50 минут или сколько там заложено, в принципе, чтобы сделал остановку сейчас. Остановились, дали человеку попить, изотоник или, там, аскорбинку развить, ну, в общем, что есть. Дали человеку диакарп. Это препарат, который увеличивает вывод, грубо говоря, ликвора из желудочка у головного мозга. Если двух словах. Короче, делает хорошо. Любой препарат для того, чтобы, ну, грубо говоря, он снимает отек, снимает первое проявление отека мозга. Вот так, проще. Любой препарат для того, чтобы не болела голова. Желательно не цитрамон, потому что в цитрамоне есть кофеин, он немножечко повышает давление. А, когда вы просто идёте, при такой нагрузке давление, оно, в принципе, повышено у вас у всех в норме. Значит, если тошнит, есть вот такие таблетки, да. Вот, опять же, вот во всех штурмовых аптечках вот всё это есть. Вот то, что я показываю, ну, когда вот наши сборы происходят. Я думаю, что примерно то же самое, может быть, названия отличаются. Есть и, ну, в аптечках других альп-клубов, потому что это, ну, всё давно известная вещь. Это не мои какие-то, там, личные разработки. Значит, если тошнота переходит в рвоту, понятное дело, что вот это вот будет неэффективно, да. Таблетки неэффективны при рвоте. Понятно почему, да. Ну, заталкивать их в другие места тоже не надо. Они там просто не всосутся. Значит, тут уже мы входим... Ну, мы уже вошли в противодействие с юридическим правом, да, потому что ни одной таблетки, в принципе, вы дать человеку не можете. Он может взять её сам. Вы можете, грубо говоря, вот, что вы имеете право, делать всё то, что есть в автомобильной аптечке. Я не помню, что там есть, если честно. Ну, там, что там, бинт, да, жгут. Помню, всё. Ну, а ножницы ещё, ножницы есть. Можно резать. Не помню, честно, что там есть. Вот. То есть, всё вот это, то, что я сейчас говорю, да, оно, ну, я вас толкаю на нарушение закона. Как вот говорил предыдущий президент Федерации, альпинизм в Москве, Слатюк Алексей Анатольевич, он сам юрист, говорит, вот, если вы там кому-то сделали укол, да, и вдруг там налетел прокуратурный вертолёт, тоже спустилось, ну, говорить, ну, две вещи. Либо человек, который там в коме сам себе уколол, либо, если не поверит, то, что там какой-то обрек с гор спустился, вырвал просто шприц, уколол и убежал. Ну, по сути, ни то, ни другое проверить или опровергнуть, ну, нельзя. Вот. Ну, это если не приведи Господь, там, приведётся кого-то колоть, а потом, ну, с этим человеком что-то случится, и будут какие-то разборки, да, просто вот, чтобы вы знали, ну, линию, линию поведения, что ли, не знаю. То есть, не надо говорить, что вы сами кололи. Так вот. Да. Не знаю, у Шараповой, надо спросить. Наверное, наверное, помогает. Не, я просто не знаю, честно. Может, помогает. Так вот, если вот рвёт, у меня в аптечке есть ампула, соответственно, ну, у меня в штурмовых аптечках есть ампула, соответственно, нужно уколоть, чтобы не рвало. Значит, об этом дальше поговорим, да. Если человек не спит, ну, тоже не надо его, там, убаюкивать, успокаивать, напротив, сделать так, чтобы он уснул. Потому что, вот, бессонница, потом гора и задница. Прямая связь. Вот. И, в принципе, все решения о том, идёт человек на гору или нет, как правило, я вот лично, да, я вот как врач принимаю обычно утром. Потому что очень часто бывает, человек пришёл на ночёвки, там, на последнем издыхании, рухнул там, над ним поставили палатку, закрыли спальником. С утра раньше всех встал, приготовил затраг, всё, готов идти, сбегал, вернулся, всё отлично. Поэтому, заранее никого там списывать не стоит. Ну, или, по крайней мере, говорить человек, что, а, ну всё, тебя автошь никуда не возьмут. Тоже не стоит. Боюсь, он расстроится ещё больше. И, если будет рвать, будет рвать на вас. Потому что вы прохуй весь сообщили. Так, как можно, ну, насколько это возможно, покой. То есть, если вам время, вы, допустим, рано на подход вышли, вам идти там пять часов, вы там в девять вышли. Ну, вы спокойно можете прийти там не в два часа дня, а в пять часов. Поставить лагерь и всё успеть. Ну, к примеру. То есть, соответственно, тогда надо отдыхать не 10 минут, а полчаса. Ничего страшного, с вами не случится. Или, например, разделить группы. То есть, одна часть пойдёт заниматься лагерем, а вторая останется с пострадавшим, с заболевшим и будет его контролировать. Но, опять же, это всё определяет, разумеется, инструктор. И во время вот этих отдыхов вы смотрите на состояние этого человека. То есть, если ему реально становится хуже, если он не может дальше идти, тащить его не надо. Да, потому что, по сути, единственное, именно лечение горной болезни, всё вот это, это купирование симптомов. Лечение одно. Спуститься там, где больше кислорода. То есть, если боление вызываясь тем, что кислорода мало, значит, надо кислороду дать больше. Ну, либо, если вы с собой носят кислородные баллоны, пожалуйста, как вариант. я, кстати, купил недавно один у меня лежит в машине. Я не знаю, зачем, там, скидка была, зашёл, купил. В горы возьму, надеюсь, не пригодится. Ну, такой маленький, это не то, что, это не те, с которыми на Эверест ходят. Костёр выжить. А? Костёр выжить. А, да, можно. Вариант. Только вот, как его, как его, в руках держать при этом или как? Я бы не стал такой. Ну, вот да. Так, какие ещё есть вопросы про горную болезнь? Хорошо. Второе состояние. Так, сейчас, время. Второе состояние, оно значительно более редкое, слава богу, но гораздо более опасное, это тепловой удар. Значит, очень часто он возникает, ну, даже почти всегда, на фоне обезвоживания организма. Опять же, апеллируя к словам инструкторов, инструкторов, там, аксакалов, так назовём, уважительно, я часто слышал мнение, в том числе, там, от действующих инструкторов, то, что во время подхода лучше не пить. Аргументов масса было, но я вот, ни одного медицинского, я вот не нашёл. Почему не пить, зачем не пить, там, честно, я не знаю. в том числе, моя мама, но она туристка, там, мне там всё время в детстве, нельзя, нельзя, терпи, вот дойдём, не то, что воды не было, просто вот терпи, вот дойдём, там попьёшь. Зачем, почему, вот, я тогда маму ненавидел, потому что это, ну, невозможно было. Вот. Да? Есть такие? Ну, слава богу. Мама не одинока. Короче, забудьте, забудьте, пожалуйста, потому что вы, когда идёте, ну, конечно, если вы уникальный человек, вы не потеете совсем, тогда просто помрёте от теплового удара, потому что организм раскалится и лопнет. Когда вы потеете, это вывод лишнего тепла, а потеете вы очень много, когда идёте, иначе, либо вы стоите. Второй вариант, если не потеете, когда идёте. Вместе с водой выходит, разумеется, и много чего нужного, всяких минеральных солей, микроэлементов, да, самое важное, это кальций, магний, натрий. И, там, когда вы стойчески не пьёте, а у вас уже судороги, но вы идёте, потому что нельзя пить, задумайтесь, может быть, всё-таки уже пора. Или вас уже несут в них, дёргаются уже там без сознания. Короче говоря, значит, два, вот я второй не написал, пить надо, а, вот, главное, что пить, да, вода, которая течёт в горах, она практически дистиллированная, вот её, как раз, пить в таком виде нельзя, не из-за того, что там, тоже, многие говорят, ангину подхватить, да нет, многие там холодную воду пьют, ничего страшного, а потому что вы её пьёте, дистиллированную воду, то есть вы в себя H2O чистой вносите, а потеете вы больше, а потеете вы H2O плюс, то, что я сказал, калий, натрий, магний и так далее, то есть, чем больше пьёте, тем больше потеете. то есть, если вы потеете магнием и калием, то и пить надо, соответственно, магний и калий, то есть, либо это минеральная вода, вот, либо это различные затонники, которые сейчас просто в доступности везде, по-моему, там, таблетки, порошки, не знаю, ну, да, таблетки, порошки, наверное, какие-то там специальные, супердорогие, но нет смысла, можно даже дома сделать, загуглите, много есть рецептов, если не хотите тратиться, это всё, всё просто делается, там, банальный регидрон, да, 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 ну, потому что, вариант один, брать с собой литр в пять минералки, вариант второй, на каждом привале набирать чистую воду, она чистая, как правило, но если прям не стадо коров, вот, сверху, вот, то она чистая, ну, на Кавказе, по крайней мере, на Памире сложнее с этим, вот, но пить сирон надо, что делать, вот, значит, вопрос, есть ли снег, он из той же области, там, даже если он не жёлтый, да, из той же области, вы едите деселированную воду, то есть, ну, если прям совсем губы пересохли, смочить приятно, или там жарко, ну, съешьте горсточку, ничего страшного, не случится, если как замена воды, нет, ни в коем случае, лучше, тут лучше потерпеть, в таком случае, а если привыкли терпеть, то вообще здорово, вот, второй фактор, фактор у нас дальше, нет, не будет, ну, ладно, значит, первое, это обезвожение, второе, это одежда, опять же, очень часто, ну, это уже скорее на маршруты, не на подходы, вы выходите из лагеря, там, в 4 утра, например, да, в горах на высоте 3000 метров, в 4 утра, ну, мягко говоря, прохладно, да, то есть, вы в пуховках, там, в 10 штанах, в 5 кофтах, вот, ну, а дальше вы идете, 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 вам становится тепло, идете еще немножко, выглядывает солнце, вообще становится жарко, вариант один, кремница, и, с этой возможностью, вариант второй, потратить 3 минуты, снять пуховку, пойти дальше, я выбираю второй вариант, у нас есть в клубе человек термос, как я его называю, Илюха Александров, мы с ним просто ходили, в Узенколе, лето, жарища, ну, мы рано, вышли, часов 3 из лагеря, он в термоштанах, в Поларовых, и в самосбросах был, в пуховке, в термухе, еще в чем-то, вот он как в 3 утра вышел, так вечером и пришел, то есть там было, ну, плюс 30 реально, на солнце было не меньше, ну, вот человек термос, 10-3 вариант, деться сразу легко, потерпеть первые 10 минут, через 10 минут разогреешься так, что даже в минус, пожалуйста, 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 ну, я, я, я ленивый, я люблю, вот, теплостно, что, что, да, вот, ну, просто, да, вот, почему, вот такой вариант, как вы сказали, как мне кажется, не самый правильный, потому что, многие могут воспринять, как руководство к тому, что теплые вещи вообще, можно оставить себе в палатке, эти футболочки, они нужны обязательно, то есть ты пуховку скинул, а вечером она тебе опять понадобится, а может быть будет холодная ночевка, то есть это, ну, ладно, не знаю, как вы заметили, симптомы почти те же самые, да, что при горной болезни, что обратит, должно обратить на себя внимание, ну, как можно, а дифференцировать, что ли, ну, во-первых, если до нее дотронуться, он будет реально горячий, потому что при термом ударе сильно повышается температура тела, то есть, когда уже состояние возникло, значит, что наш вот центр терморегуляции, он не справляется, он не может вывести тепло, и все, теряй сознание, ложись, нехрен дальше меня мучить, вот, то есть он будет горячим, вот, будет очень сильная жажда, но есть он еще в сознании, к этому моменту, вот, то есть вот эти вот два симптома, они самые частые, да, вот это второе по частоте, что должно насторожить, здесь потери сознания гораздо более чисты, как это на 100% одивилизируется от другого, ну, извините, никак, то есть вы можете заподозрить, исходя из того, что человек не пил, тепло одет, у него жажда, он горячий, возможно, вы ошибетесь, вот, но тут лучше ошибиться и оказать первую помощь, чем ошибиться в другом случае, и идти дальше спокойно, не оказать первой помощи, значит, соответственно, у нас перегревание, что надо сделать, да, это тень, ну, если вы, позволяет рельеф там, да, большой камень какой-нибудь, еще что-то, да хоть в речку его бросить, только держать за руки желательно, это холодный компресс на голову, вот, надо дополнить, не только на голову, а в проекцию крупных сосудов, холодный пакет, что это, это любой гермомешок, из рюкзака, в общем, нету одежду намочить в ручье, в общем, ну, как-нибудь, снег, лед, что есть, значит, это проекция брюшной аорты, да, вот здесь вот, это сонные артерии, вот здесь вот, это область паховой складки, да, здесь достаточно близко выходят крупные сосуды, и, соответственно, чем лучше мы кровь охлаждаем, чем в больших местах, тем ей лучше, ну, потому что возможности поставить, сделать человеку капельницу с холодными растворами, у вас, ну, не будет, в любом случае, вот, завернуть его в термоодеяло, да, что такое термоодеяло, всем понятно, я просто, все называют абсолютно по-разному, это фольга, серебрянка, там, как еще называется, спасательное одеяло, это все, то есть, это, это тонкая металлическая фольга, у которой один слой, у которой один слой отражает тепло, грубо говоря, и каким слоем вы повернете к человеку, ну, он будет либо отражать тепло от человека, либо отражать тепло от, как это, воздух, в общем, от окружающего нас мира, для чего это мы делаем? Чтоб ему прохладнее стало, чтоб, в общем, отражающей стороной от него, чтоб тепло выводить, чтобы он отражал тепло, потому что обычно это возникает, когда на улице жарко, вот, так как мы не можем сделать капельницу, то надо охладить человека изнутри, если он в состоянии, то прямо вливать в него, пускай его там тошнит, еще что-то, сопротивляется, пофигу, прямо вот вливать, ну, опять же, аккуратно, чтоб, ну, не простудить уж совсем его, вот, так как человек, как его много потеет, да, это изотоник, это регидрон, лучше регидрон, потому что там все необходимые сердцу, а мы в данном случае про сердце думаем, в первую очередь, все необходимые для сердца препараты находятся, ну, уже не в профилактическом объеме, как в изотониках, а уже в лечебных дозах, лучше регидрон, вот, значит, крайне желательно дать такому человеку аспирин, да, в любой, в любом виде, тромбоаз, кардиомагнил, аспирин, для того, чтобы, этот препарат обладает дневной действием, он немножко делает кровь более жидкой, да, а чем кровь горячее, тем она более густая, тем выше в реальность образования тромбов, их мы тоже боимся, ну, и, соответственно, следить за главным, за пульсом, с дыханием, саму сердечно-лёгочную реанимацию мы сегодня, извините, обсуждать не будем, потому что эта тема отдельная, абсолютно, и это нужно делать с, там, с манекенами, с прочими, ну, и, кстати говоря, вот, как вы думаете, какова эффективность правильной сердечно-лёгочной реанимации при остановке сердца, ну, там, вовремя начатое в городе при отсутствии дефибрилляторов? просто, если я просто работал в реабилитации, вот, и, и, скажем так, случай, вот, у парня с, скажем так, сердечной патологией, вот, вот, прям здесь он упал, мать его пять минут качала и завела, вот. Ну, если это произошло когда-то, и вы не знаете, когда, ну, в вашем случае сто процентов, да, получается. Ну, к сожалению, к сожалению, по данной мировой статистике процентов 10, к большому сожалению. Ну, да, что тоже, разумеется, неплохо, это не значит, что не надо делать. Это безотносительно город вообще, в принципе, да, то есть идёте, упал, ну, не знаю. Вот. Скажите, а фринтал для чего? Это сосудорасширяющий препарат, да, 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 он расширяет сосуды именно, вот, дальние от сердца, маленькие. Да, про него не сказал. Вот, ну, и, соответственно, вот это, наверное, самое важное, да, то есть тут не надо думать, что с ним делать, тут надо вот немножечко вот, вот это всё занимает, ну, пять-семь минут на самом деле. Я рассказываю дольше об этом. То есть важно связаться с кем-то, кто отвечает у вас за безопасность, да, и сказать, что это случилось. Ну, а там уже как эвакуируют, так эвакуируют. Возможно, он встанет сам через 10 минут, но за ним всё равно надо следить, потому что, как правило, такие состояния, истинный тепловой удар, они бесследно не проходят. Обязательно нужно обследование в больнице. Ну, желательно на восхождение уже вот в этом сезоне его не допускать, желательно. Ну, тут так, собственно, в горах редко такое бывает, да? Ну, так, чтобы знали, в общем, что надо делать при обмороке. Что не надо делать при обмороке, да? То есть, как там в фильмах, там показывают, что-то качают там. Обморок возникает, когда в головном мозге из-за чего-то стало мало крови. может быть, просто вот резко встал человек, под действием силы тяжести, она вся ушла. Такое бывает. На какой-то секунду мост отключился. Человек упал, мост включился. Почему он включился? Потому что он упал. Вот, то есть он упал, соответственно, под действием силы тяжести кровь вернулась. Исходя из этого, первая помощь, она одна. Две. Первое, сделать так, чтобы воздуха с кислородом стало больше. Второе, сделать так, чтобы воздуха, чтобы кислорода в голове стало больше. То есть, человека надо не просто положить, а задрать ему ноги максимально высоко. Ну, все. Если не помогать, значит, не обморок. Зовите врача. Другого выхода нет. Вот. Вот это важно. Вот это я написал не для того, чтобы вы запомнили, да, а для того, чтобы поняли, что вы никогда не поймете, почему болит живот. Ну, по крайней мере, в горах вы... Ну, если вы знаете, что он съел 5-дневную баранину, 5-дневный бараний суп, да, который на жаре стоит, ну, можно заподобить отравление. Там есть еще понос, там у него, не прекращаясь, ну, наверное. Вот. Ну, вот. Вот эти все симптомы, особенно причины, особенно боли нижние, да, они стараются задуматься, стоит ли заниматься самолечением. Так. Значит, ну, все же, конечно, разумеется, боль при инфаркте миокарда в животе, она бывает крайне редко, но бывает. Это не крайне, но тоже редко, да, что такое острых иерусская патология, да, это какая-то проблема с нашими внутренним органами, которые требуют операции. Перитонит, панкреатит, холецистит, и так далее. Не надо запоминать, пожалуйста. Сначала, наверное, начнем с того, что нельзя делать. Нельзя ни в коем случае класть грелку на живот. Это связано вот с этим. То есть, если у него спазм сосудов вызвал боль в животе, ему грелка поможет. Если у него там кровотечение какое-то, его грелка убьет. Так как вы не УЗИст, в глазах, нет, УЗИ, вы не знаете, что с ним, поэтому нельзя. В первую помощь входит вызвать рвоту. Да, потому что при отравлении, разумеется, она поможет, потому что вы какую-то часть токсинов, которые еще не спел сосаться из желудка, вы выгоните. Но, вот, один раз сделали, он сказал, о, круто, все, тазик с водой, иди там, забугоры, хоть, извините, заблюй, там все, до утра. Но, если его вырвало, ему лучше не стало, ни в коем случае не надо продолжать промывать желудок, еще что-то дальше. Вот. Крайне желательно не давать средства от поноса. Но, если это только не ключевая веревка, снизу партнеры, которых нехорошо обрызгивать, такой случай можно принять, разумеется, и модем, но, если вы там на бивоке, если там завтра день отдыха, если, ну, нет ничего такого экстренного, лучше, денечек потерпеть, зато организм для себя, опять же, всю гадость, ненужную, вытянет. Это относится не только к горам, разумеется, в Москве, если нет важного заседания, то лучше, не знаю, посидеть полчасика лишних в другом месте. Я не настаиваю. Если вот эти вот четыре симптома вы у человека видите, то даже не надо думать там ни про грелку, ни про работу. Я зачитаю. опоясывающий острый боль, то есть, что я знаю, когда человек болит вот так вот, весь живот вот так вот, как будто сдавливают хомутом. Это первый признак острого панкреатита. Если человек бледнеет, вам не надо думать, почему он бледнеет, увидел что-то страшное, ети, например, или там у него уже половина брюха крови натекла, вам не нужно думать, вам нужно думать о том, что у него натекла половина брюха крови. То есть, надо его бегом вниз больницу вертолет что что есть все подключать если у человека черный стул да это заметно еще и потому что там запах отличает скажем так в худшую сторону это первый признак желудочно кищественного кровотечения тоже тут думать не надо даже если водальтоник показалось ну пускай уж показалось человека спасли чем показалось пошли дальше он повер вот и или если вы человек лечите лечите он там сам лечится ему лучше вообще не становится значит понятно что это там не то и то есть обычно нож по не поможет вопросы то затихли все чё-то животных у всех заболели ему живот и усе заболели значит что же все таки можно что-то что-то можно разрешаю значит вызвать рвоту вот если прямо человек понимает да вчера были не свежие мидии и фендеклеры в базовом лагере вот испорчены завезли из брюсселя значит надо значит можно значит как это делать марганцовка привык промывать желудок не надо пожалуйста у меня в ординатуре когда был там не мои друзья будешь одногруппники завалили счастливыми сообщением об ожогу пищевода желудка вот таких красавцев которые сам кристалл и марганцовки совершенно не растворенными промывали живот алкоголики обычно поэтому не надо вы можете не проконтролировать один кристаллик нерастворенный он всю слизистую вам нафиг сожжет поэтому промывать желудок может только водой много пить и и наружу просто значит из того что можно да вот всего лишь два лекарства ножку и смекту смерть то в скобочках можно там список продолжить очень долгий господи все забыл ну начнем с банального активированного угля до enteros гель enteros orb не помню просто я использую только смекту у меня на больше нравится это не реклама она реально 8 у себя помогает вот кстати по поводу активированного угля да вы знаете сколько надо его давать чтобы помогло реально ну да одну таблет на 10 килограммов минимум значит и голод на сутки сутки это вот условный срок до про которые уже до этого сказал что если лучше не становится надо уже больницу что можно вот три вещи чай без сахара отварной рис и постные сухари не три корочки именно вот сушеные в духовке с сухари и корочки для пива оставьте так были у кого из случае когда вот непонятно было там в горах там с животом что делать его ну и круто нет муж у кого-то там не обязательно вас вот это вот я написал пример для чего же для чего написала это да вот эти все и ты забудьте о них что боль ну вот вот в эту область она может вызвать чем угодно боль в горле может быть вызвана даже заболевание муха совершенно спокойно вам не нужно ставить диагноз вам нужно помочь человеку поэтому посмотрели вот собственно нам нам вам важен не диагноз а важно что мы лечим то есть вот в горах вы действуете не как правильный врач который там ставит диагноз понимает причины происходящего на это причина воздействует здесь ваша задача действовать на уровне хорошего фельдшера который которому думать нельзя у которого есть протоколы которым надо по ним следовать я не шучу хорошим фельдшер скорой помощи думать нельзя то есть грубо говоря есть кашель надо делать чтобы его не было есть боль в ухе надо сделать чтобы ее не было разумеется это не универсальный рецепт лечения по всей болезни иначе бы все лоры бы уволились да но мы с вами исходим из того что все прошли обследование все условно здоровые люди вот и скорее всего вот те состояния не будет связано с какими-то видами термического здесь то есть какие-то виды простуды есть у человека туперкулез обострился ну вы ему все равно не поможете если есть влажный кашель значит нам нужно сделать так чтобы шутка влажный кашель да когда бронхи у нас вырабатывает мокроту мокрот пытается выйти вы там ведь ими кышлевыми действиям помогать и выйти что надо сделать надо сделать чтобы это мокрот стали было стало более жидкой проще было выходить ну самый распространенный препарат это акция всем известно опять же много препаратов есть я не могу все тут писать поэтому я пишу то чем сам пользуюсь если сухой кашель различные препараты на основе термопсиса что перевести его во влажный кашель препараты не знаю может у вас в аптечку какие то есть препараты которые содержат то что кашлевой рефлекс блокируют там с кадеином например к далак либексин применять самим до без лора категорически не рекомендую потому что кашель обычно это защита реакции и не надо ее блокировать значит что-то там есть но надо просто помочь организму это что-то вывести значит насморк все эти аквамарисы и прочи препарата за там сотни и тысячи рублей возможно эффективно и но они не нужны то есть здесь задача дышать носом потому что холодно потому что то что холодно если будет да потому что сухой воздух из будет дышать льдом будет будет заболевание город гораздо более противны чтобы дышать носом если насморк надо чтобы насморка не было поэтому обычно нафтезин но лучше не капли, сейчас уже препараты спреи продаются, просто их проще пшикать и они глубже туда вот заходят, поэтому лучше не видя капель, видя чтобы флакончик был с пшикалкой боль в ухе вот есть такой препарат Нормакс опять же есть много препаратов более известных, там Сафродекс, Отипакс но их все нельзя использовать, если у человека есть дырка барабанной перепонки вы не знаете есть у человека дырка в барабанной перепонке я тоже не знаю, я не лор а вот этот препарат можно капать он тоже поможет при воспалении в ухе но он может затечь глубже, не повредив там ничего ну, достаточно распространенная ситуация снежная слепота ни у кого не было была Саш, да? ну вот, молодец у меня была ну, у меня не было я вот наверное десятерых точно знаю с ней когда она возникает? возникает, когда в глаза попадает много ненужного ультрафиолета ну, разумеется, самая частая причина понятна, да? вы наверху, на снегу, на льду без очков темных ну, это практически казуистика сейчас, надеюсь вот но очки очкам это тоже рознь то есть все современные очки они делаются обычно с пластиковыми стеклами извините за тавтологию да? с различными фильтрами и в зависимости от того там, на какую высоту собирать есть разные фильтры ну, это обычно у производителей все указывается это все легко про гугл и прочитать там, для какого вида активности какие очки рекомендованы и желательно этому следовать вот то есть в таком случае вы то есть если очки сертифицированы для занятия альпинизмом ну, собирается где-то 9% у вас не будет ничего плохого с глазами второй вариант очки сочинского пляжа да? тоже с пластиковыми стеклами в чем разница? там нет фильтра а если вы помните из курс физики стекло задерживает ультрафиолет пластик нет то есть сам по себе пластик без фильтров не задерживает то есть если стеклянные очки без фильтра то это во много раз хуже чем без очков почему во много раз хуже чем без очков? потому что для глаза вы надеваете очки глазу темно что происходит как глаза темно зрачок расширяется вот он расширяется и допадает еще больше ультрафиолета и сетчатка она там уже горит синим пламенем вот поэтому либо сертифицированные очки хорошие классные дорогие либо стеклянные темные очки но ничего не рекомендую да был он получил удовольствие как правило когда вы там я куда-то еду я соберу четыре пара очков не для себя ну для себя тоже одну еще две для других потому что вот такие ситуации как ты сказал не часто бывают ну знаете вот там человек один был он сел мы там сели отдохнуть 5 минут может быть через три минуты ускор серёг чу тут у меня тут какая-то песчинка попала да то есть начинается брезе в глазах да ну ну на снегу просили передохнуть просто почему в москве на снегу это не при не происходит а потому что озоновый слой он там сильно меньше и инсоляции уровень солнечного излучения там сильно выше вот еще на того что снег везде еще отражение отовсюду идет там снизу с боков это все вот накапливается поэтому это быстро возникает какое лекарство те которые у нас жидкие я не про ампулу почему говоря ампул понятно упаковал отдельно груди положил и там в рюкзаке как правило хватает на самом деле ни разу ни разу не замерзали я пуховка их обматываю я я зимой не люблю в горы ходить может поэтому вопрос в этом был если эти капли замерзнут ничего страшного еще не случится абсолютно ну случится конечно когда вы достанете они будут ледяные и это это да я веду что я не испортится когда я обратно таят ну да тут согласен поэтому конечно ну две причины по которой в пуховку засовываю первая причина чтобы не побились но хотя у меня и кофр обычно такое что сложно вторая причина чтоб не замерзла для причины вирусы бактерии хватает тех которые вас там новый не нужны к сожалению вы на каких высот и были или брус это быстро ну вот когда сборы там три недели до обычные сборы концу второй недели уже организм устает и там все начинается или бус это ну 5-7 дней да сколько там не больше поэтому до часто потому что опять я говорю это для организма стресс организма разные реагируют по-разному защитные наши какие-то приспособленческие механизмы они ну не всегда срабатывают вот и поэтому к сожалению так ну и вот боль в горле опять же куча всякого всяких пшиклок есть я больше люблю ингалипт не знаю почему наушно не объясню просто люблю вот и различные сосательные постилки стрепсилос философе феналгон это самое фалиминт фаренгосеп ну их куча какие нравятся такие берите и полоскать каким-то раствором с антисептиками например урге сидим опять же их куча вопросом дешевый эффект такой же как и дорогой тантом верды прошу прощения мам через часик призванию через час не могу сейчас вопрос еще по простуде не тогда не болейте так нормально значит простуда и горной болезни это наверное самые частые в горах состояние к счастью травмы вроде кажется более редки но на самом деле что считать травмы да там ногу натер травма травма это повреждение кожных покровов значит травма просто легкая травма вот к чему опять вот все это написал вам не нужно знать сломал человек что-то вывезло что-то разорвал что-то оторвал и что-то вам нужно знать две вещи сможет он дальше идти или не сможет собственно на этом вся диагностика всю всю диагностика травм можно закончить вот но ему надо конечно помочь поэтому чуть-чуть надо конечно в этом разобраться то есть первое самое главное это определить он дойдет сам неважно куда наверх вниз или его надо нести вот а как определить проси встать можешь пускай идет молодец лишь легкая травма дошел же ранная кость связки порвала супер такой не так с каким травмом верить вообще да когда тарана кость сломается там опора способности на самом деле не теряется просто очень больно опора способность обычно не теряется на самом деле если хорошо хорошую шину нажил ботинок хороший да отлично можно идти есть еще горнолыжный ботинок то вообще можно даже не прерывать восхождение у меня с первым пятки напарник один раз в крыму маршрут пролез он на первой веревке слетел ойкнул чуть как покривился полез дальше потом его суши давай на ринге все-таки съездим а там здрасте и лодыжку слоё сейчас не буду давно ли 10 надо было ну вот поэтому это ответ на вопрос нет задачи поставить диагноз абсолютно ну собственно вот и я забыл представить но да в любом случае если травма даже легкая то помочь надо например ботину свой высокий отдать чтобы сейчас первым сам шоу нести жива не нести раз может вот мы чуть попозже тут поговорим про повязки и так далее ну опять же вот эта тема многих лекций ни одной да как правильно организовать спас работы даже не организовать спас работа как вот делать носилки как правильно кладут шины и я вам советую даже если у вас уже были такие занятия ну самим собираться там дома у кого-то и прилички дел потому что это все забывается а это реально важно вот это важно то есть например отделение там не знаю инструкторы 7 новичков там и на единичку бы по правилам можно 10 новичков вводить да допустим поломал ногу инструктор все до свидания инструктор то спутаться плохо учил вот поэтому это надо все повторять обязательно и но вообще вот все это вот раньше многие спрашивайте под инструктора же это проходили они все это знают но если тут он и высоту тарками прилетела нужно ничего не знает реально ничего не знает потом их главное не вспомнить дальше вы мне помогли так значит следующий вопрос мы уже переходим к такой уж не просто к медицине а к обсуждении тактики к алгоритму как делать что то есть в горах ну что-то произошло ну там не знаю это может причем произойти на маршрутах любых категорий трудностей абсолютно где есть там какие-нибудь скальный участок ледовый вы например стоите страхуете да еще раз я уже забыл кто здесь кто уже занимается альпинизм ходил в горы как альпинист понял да ну прям плавил одну шубку я хоть я с половиной на более-менее понятном языке разговаривал а стали надеюсь тоже уже по камере понимаю что такое то есть человек стоит нас на станции страхует до кого-то кто лезет первым тут первый от чего-то упал вот ну и приземлились там недалеко у лес там где-то вот маятник был небольшой там расстояние метр там двадцати ну там и повыше да какие первые делу мы сейчас не не обсуждаем как вы там закрепите веревку там это мы сейчас не обсуждаем вас много стоит на станции там и можно к нему например легко подлезть вот какие какой два первого действия хорошо два первого действия какие должны быть он 20 метров как и вот конкретно ваши действия не при первое и второе если он отвечает просить нужно ли она нужна ну когда человек летит откуда ему по-любому нужно про вас мы уже поняли не ну не ну хорошо ладно согласен есть он стал отряхнулась пошел дальше да про турия ну ладно хорошо хорошо согласен согласен вот ну говорит да блин нужно вот следующее действие какие вот это первое что надо делать потому что он может упасть а потому что нога сорвалась может упасть потому что него камень упал а если камень упал может и второе пойдет может и на вас может и третье и так далее да может там вообще сейчас сейчас по скалы исходит и надо ну забиться куда-то и потому что такие случаи много было потому что кавказ сам по себе он не сисьми сейсмически не активный район но турция которую недалеко там землетрясение случается и вот прям вот серьезно и такой обвал я помню в девятом году когда в ущелье адресу сошло половина горы вольной испании да и как раз из-за турецкого землетрясения более мелкие обвалы они тоже бывают тоже все оголоски землетрясения поэтому ну что такие случаи делать снимать себя веревку бежать к нему чтобы тебя тоже подбили да или подождать пять минут выжить и к нему потом подойти выбирайте сами но спасатели обычно любят одного тащить они двух так вот так они мне говорили может не все вот поэтому первое это относится ко всему не только к горам там человек допустим идет по мокру улицу упал вы к нему подошли рядом упали так по цепочке а он на провод наступил оголенный и держится за него и дальше скоро приезжает а там уже 15 человек хоровод там на асфальте возят поэтому понять надо почему тут мелковато уж извините да я наверно тогда почитаю убедиться первое что осуществит опасно для спасателя вот ну да тут наверное это можно действительно перед вот этот пункт попытка вступить в речевой контакт переслать вот наверх а вот кстати говоря вот человек без сознания ну неважно что случилось вопрос человек без сознания лежит что вам надо делать в первую очередь варианты я не просто лучше варианты спроси что случилось откуда вы знаете это я сказал вы подошли вы так думаете но уже не знаете ну может быть просто ну ему хорошо глаза закрыли ему хорошо отстаньте от меня вообще а а вы там уже будет с нее набросить будет тому удары в сердце делать зрачки тыкать нас определяет реакцию вот нет ни в коем случае ну точнее это все правильно но первую очередь меня кто-то спросил вы что уже помрет за это время я говорю вы эстонец вы его так спрашиваете там просто подошел там вазь живой громко громко и ясно четко учить пробурчит в ответ все живой может гулять дальше ну если не отвечает вариант 2 либо без сознания либо не вася вот по-другому спросить пнуть можно я сидя я без шуток то есть какие-то были выразить в общем в общем то на что человек может однозначно ответить там либо в рожу двину там либо еще что-то ну если сильно пнете вот но это однозначно ответ вы получите за что он что-то как-то вам отвечает потом уже да потом уже на живот повернуть и не повернуть это уже по моему пару слов об этом скажем но же это все отдельная лекция большая значит определяем до лавины камнепады ледопады муж старов пролетая там как и все хотят на вас тоже тащить надо это и но самое главное определить момент то есть вы сможете сами его куда-то оттащить раз первый вопрос второе то место где он сейчас лежит безопасное для того чтобы он ждал спасателей вот на есть два просто надо ответить если вы понимаете что это там маленький уступчик с которого вот если даже он не упадет потому что на веревке ну вот у него все перелом на ему реально неудобно и вообще все болит и так далее ну да значит наверное вам надо своим его транспортировать но вам надо понимать можете ли вы силами вашего отряда это сделать можете хорошо нет умеете ли нет вариантов не за есть ну извини вас виси пока тебя не снимут если вы не умеете не знаете как транспортировать и это инструктор да к примеру не дай бог конечно ну гладьте по головке сам колите китарол и молить и ждите вертолет значит как мы выясняем где есть боль ну есть человек сознание до вопросов нет он говорит болит там 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 есть он без сознания вариант его попинать он нужен только для того чтобы понять на боль он отзывается или не отзывается вот то есть есть человек без сознания упал с высоты но мы по-любому подождаем все все что там через мозговую травму перером позвоночника травму внутренних органов ноги руки мы забываем да то есть и мы его перекладываем транспортируем уже вот с этими нашими теориями смотрим да нам что главное боль и кровотечение но кровотечение пожалуй важнее опять же это тема отдельная лекция другой вот к примеру я понимаю что когда человек там в десяти одеждах то крайне сложно понять есть там где-то кровотечение нету и далеко не всегда там вы будете и реды далеки далеко не всегда это нужен там резать ему одежду смотреть ну вот ну к примеру если вы вот все-таки видите что вот хлещет откуда тут как какие ваши что надо делать при кровотечении 1 1 помощь прижать если не сильно в любом случае первая помощь это большой палец в рану или кулак в рану или голову смотря там какая заткнуть чем-то обычно палец ближе всего пока будете бегать за жгутом уже может быть нечего нечего жгутовать до 1 помощь это разумеется прижать пальцем не надо думать там где там точки вот которые там забыл где учили просто в рану пальцем и все и забили венозное она артериальная капиллярный да пофигу вам главу чтобы у него не текло откуда не текло и даже возвращение забивать себе голову определение вида кровотечения там эти знаменитые плакаты этого господи бубного кровь алая кровь голубая кровь еще какая-то господи вот у меня в операционную лампу лампу по самому поменяли кровь уже другого цвета стала ничего делать вот там бьет фонтанчиком большим или вытекает да есть еще давление 40 на ноль там фонтанчик никакого не буду даже если заорта будет течь поэтому это все фигня полная ну вот энергии единственный такой способ определить есть каждом интересно смысле не не слушать определять крючение артериально ли венозное это наложить ему жгут по всем правилам затянуть посмотреть есть кровь остановилась за счет реально если еще подтекает ну либо жгут неправильно наложили бы веноз то есть еще все что в венах она еще не вытекла ну по сути это неважно абсолютно вот следующее это обезболивание да опять наш любимый китарова там дальше у меня будет и самое главное это по возможности не по возможности обязательно но как получится именно как получится это иммобилизация то есть ледорубами палками чем там еще спинками от ковриков сейчас вот пункт фу спинга спинка это рюкзаков вот сейчас помню все вот современные рюкзаки у них спинка съем но у большинства большинства которого для альпинизма делается то есть спинка это вынимается она может быть либо там из пенки либо может быть алюминиевая либо из каких-то невиданных не материалов но обычно она пластичная и жесткая то есть какую-то шину можно из нее сделать там обычно там на на группы есть там хотя бы один коврик каремат да ну кучу все можно найти из чего сделать какие-то шины и прочее не между написано ну в общем грубо говоря легкие травмы как мы уже говорили а но это вот чтобы определить чтобы определить давно давность синяка есть прекрасное правило вот во главе с главным на красной площади да ну да если кто не застал это советский день я первый раз это лет десять назад вот картинку тогда не надо было объяснять а сейчас уже наверное уже наверно надо вот то есть сначала синяк ну изменение цвета синяка ну так отвлечение от темы до связано с тем что кровь разлагается на разные на разные пигменты они вот разного цвета сначала это просто кровь да на красный ну как вот мы видим вот и потом там выходят разные разные пигменты окрашивают гематому в синий цвет потом зеленый и потом желтый ну это так вот если там домой домой муж приходит это откуда а это три недели назад какой три недели назад и год явно вчера получил вот так для жизни может пригодится что мы делаем при легких травмах да ну то есть повторяю это то причем мы можем идти ну или думаем что можем идти это может быть какие то ну там ногу подвернули встали ну она опухла но не сильно болит значит что нужно делать в любом случае чтобы это не стало хуже потому что любой ушиб любое маленькое даже повредение связок мышц она опасна не тем что это не срастется а тем что срастется с очень грубым рубцом рубцом вокруг то есть если будет движение между обрывками связок поэтому очень важно в самом начале в первые даже вот один надо убрать в первые трое суток на место повреждения холод никаких мази абсолютно не разогревающих не охлаждающих не рассасывающих не присасывающих вообще никаких только холод это единственная мазь на место ушиба никаких йодных сеток не перейди господь вот первые сутки второе это тугая давящая повязка не ограничение движения свободы возраст положение конечности это все нужно для одного чтобы как можно быстрее сам капилляры из которых крови выходит чтобы кровь остановилась потому что если мы их сжимаем механически если помнить на холоде капилляры сокращаются да когда мы конечно поднимаем вверх кровь просто из не уходит по 10 силы тяжести чтобы было было как можно меньше гематомы как можно меньше отек нужно это все делать не только в горах разумеется вот эти вот тяжелые большие ботинки снимать чтобы смотреть что там произошло что-то болит идти можешь долго идти дошел ну нормально ну у вас нет рентгена у вас нет ну к сожалению вы мужчина к сожалению вы мужчина вам помочь не смог я понял да она вторую закончился или а на второй закончили и решили плюс берем я думаю ну вот вот именно поэтому это очень немаловажно и вот этот пункт на самом деле на самом деле при любых повреждений связки это касается милой барышни на высоких каблуках до который там нога ушла стопа ушла да ой болит ну и хрен с ним а потом там через несколько месяцев приходится с хронической нестабильностью глиносотного сустава что уже может требовать операции для того чтобы не болела то есть любой вот этот ой подвернул и если она начинает опухать значит вы какую-то часть связок повредили значит нужно как в учебнике написано взять гипс сейчас мы уже живем другую эпоху зайти в любой ортопедический салон купить фиксатор жесткий который ограничить боковые движения ну в горах сложно это сделать а в москве они недорогие ну там до 3000 там условно говоря там на вид пожалуйста можно найти там вообще за копейки люди сразу свой за бесплатно отдадут вот но экономить на этом не надо потому что вот две-три недели даже не мучение это выходите то есть вот так стопа работает она в бог только не работает но потом это от многих очень проблем будущем тем более в спортивном будущем оберегает не знаю я очень что она делает хорошо хорошо но только сжечь кожу можно томата принципе ничего ну она на самом деле обладает умеренным и разогревающим эффектом внимание пункт 1 пункт 1 ну не такой там как от не знают феналгона до любимого вот значит в дальнейшем уже можно потихонечку если есть отек противовоспалительные гели именно гели потому что они реально лучше всасываются китонал дала бена деклофенак вольтарен и там далее по списку можно есть всю всю стену запомнить если отек так и не наступил слава богу то вот если эта область мышечные да то разогревающие мази тут должен предостеречь грубо говоря очень часто еще бывает боли в спине да ну рюкзак тяжелый там с непривычки бывают там не у всех спина там как у шварснеггера вот и часто спина болит от нормально ну болят скорее всего мышцы можно кресло-поздрочные суставы ну в общем это не что-то плохое то что требует операции до болит и болит ну болит мышцы надо ее разогреть тут есть один момент нет 200 расскажу есть первое я буду тагапом на первом курсе мы были в цель зимой это мой пункт последний зимний выезд в горы у парня моего сейчас у очень хорошего друга забавила горло в горло болит надо же разогреть я не я тогда еще не был на своей лекции и дына и не на своей ни на какой не был вообще только первый курс только химию проходили но я чё говорю сами пойдем полечу я беру финал гон ему натираю шею давай шарфом мотайся ложись спать ну вечер уже было я там руки там помыл под холодной водой лег спать ну часа в три я проснулся от крика макаров сука извините я цитирую я кручу случилось я все красная игру саня горло как горло не болит вот но это ладно ну вроде встал вышел из домика пошел взять и пописать мать жирорастворимая потом уже я орал на всех поэтому вот когда вы таким мазим пользуйтесь мойте руки соленой водой горячие с хорошим и лучше с бензином а лучше пользуйтесь там есть обычно специально такая штучка пластиковая чтобы ей намазывать либо не брезут с перчатками второй случай тоже мои подруги очень заболела спина говорит слушай на маш на ночь я говорю ну да там с утра там не знаю сходи там в ручейке там смой ну намазана все хорошо она и не в ручеек не сходила и не футболку не поменяла через два часа начала потеть вот и мать потекла вниз по течению ну был пример такой же эффект как у меня поэтому барышни тоже но это не только барышни разумеется просто там барышня попалась мойте спину и руки перед едой после мазей после этого я феналгон кстати не пользуюсь я бенге очень люблю а сейчас я стал заказывать кстати из таиланда но не становится китая на алиэкспресс мази потрясающе там не помню как называется там там тигр нарисованы вот они недорогие прям вот охренительно помогают до до последнем походе я не был ничего серьезного я я объясню почему я объясню почему нельзя мазать чтобы не быть голословным все эти мази они так или иначе улучшают кровообращение в этом в этом месте а у нас задача кровообращение но есть не остановит усилен ухудшить и на чтобы остановить местное кровотечение вот это наша задача в среднем в среднем капилляры сжимаются срастают за три дня могут раньше могут через день могут вот но вот в среднем три дня поэтому даже не сейнер максимум 3 дня поэтому я вот три дня и советую может раньше я это никак не определю когда вот у вас остановится кровотечение ну если если болит в принципе можно еще очень принять но необходимости в этом нет потому что тут какие-то общего противовоспалительные препараты применять я не считаю нужным скажет так реабилитолог когда там три недели назад первый раз на ноги он сказал что в принципе противовоспалительные мази втираемая ну в кожу от них эффект практически нулевой если это не поддерживается там ультразвуком или еще чем то что загоняет мастер внутрь она практически все останавливается у нас в коже и и да и нет поэтому я написал именно про деле потому что мази действительно они сильно менее эффективны из-за этого деле они ну по крайней мере я могу судить только по исследованию статьях потому что сам я под микроскопом не смотрел вот ну и с амбулаторной травмы я редко имею дело дело только среди своих одноклубников обычно вот а да можем можно да так главный агрегат тут мы закончили да ну вот я с точки химии наверное наверное не скажу но вот по практике по статьям в журналах они проникают глубже да возможно да там атомную структуру там какая другая молекулярная структура какая другая более более мелкие более мелко молекулярной массы возможно я не честно не знаю мне сосны пофигу почему мне главное что я я вижу что их лучше до заниматься биохимией честно вообще не входит мои планы так ну главный признак тяжелой травмы определили то есть для вас первом обеих таранных костей не являюсь тяжелой травмой для идет 9 процентов нормальных людей является вот поэтому для вас это не тяжело и тяжелое поэтому вот игру тут нет догмы значит если мы видим кровоизлияние может быть не сразу да там через час это не как при ушибе да там маленькая там пятнышко да но у всех уши вы были все вы знаете как синяки выглядят а если прямо вот такое большое стекающие вниз ну не прямо на глазах разумеется вот то скорее всего это кровь излилась из какого-то органа до из связки из мышцы и сухожилия то скорее всего они повредились то что кровь просто так она не может откуда появится вот а это уже ну мы считаем тяжелой травмой мы не все вы не считаете ну все остальное это уже ну скажем так и серии масло масляная да то есть если вы увидите что у человека сустав был здесь осталось ну вы западаете перелом скорее всего там если все не подними руку он тебя в ответ там чих 8 почему это тоже скорее всего что случилось вот если сустав двигалась в одном направлении стал двигаться в пяти ну если там травматолог не сделал очень красивую релиз суставу когда все связки тикаются вокруг чтобы движение улучшить то скорее всего все плохо вот не если нога стала в два раза короче то тоже это тяжелая травма тут даже вы не смогли бы идти я думаю да 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 вот вот это важно то есть если вам кажется что вот такая рука это ненормально посмотрите может не 2 такая же я серьезно это это важно это кстати говоря это вам лайфхак на на будущее надеюсь конечно пригодится всегда когда вы делаете рентген одной руки требовать чтобы сделать другой руки потому что ну я вот когда ко мне приходят такие пациенты их отправляю нафиг чтоб делали рентген другой руки тоже надо всегда сравнивать но есть к штамме перелом да если перелом ну там понятно если какая-то ортопедической патологии там кажется что-то кривое маленькой так далее всем темно сравнивать со здоровой ну с условно здоровой конечностью так это подальше ну вот так вот что было понятно да вот вот это здорово ахилловых сухожилия вот здесь видно что она ведь и широкая до контур не четкие то есть если бы это вы просто увидели такого человека может быть вот ничего не заподозрили но вы посмотрели на здоровую ногу и вы увидели какая разница есть да ну и он конечно носочки встал но я думаю стоит на этой ноге этом просто как поставил такой травмы невозможно это носочках значит здесь да вот что вы здесь у человека да действительно вот видно да вот здесь вот все четко ровно а здесь видно как выступает лопатка и как плечевая кость смещена вниз вот этого то что у девушек на руках разрыв скорее что тарана малоберцовой связки скорее всего не утверждаю то есть вот это именно не ушиб да вот не синяк при ушибе который ровненький такой кругленький да здесь вот где было место под кожей туда кровь и спустилась там скорее сам ушиб со сама травма вот здесь там человек лежит на спине до кровь стекает сюда ну здесь либо он гуттаперчевый мальчик да либо сломал обе лодыжки я не знаю это вот эта картинка из интернета и я не знаю какая у него травма но я думаю здесь перелом обеих лодыжек тут принципе даже можно не сравнивать значит если вы подозреваете у человека перелом что единственное вы как вы думаете можно сделать чтобы все-таки доказать себе что я начинающий травматолог могу поставить диагноз вот какой симптом вы в принципе можете проверить не особо человек навредив ну не знаю может быть вы помните из курсов там какие там в школе я просто не помню давалось это не давалось во всех вот инструкции по первой помощи дается пять абсолютных признаков перелома вот кто-нибудь слышал про них но хорошо тогда вот без всего этого нас запомнить только один может знаете какой-либо подумаете или ладно или не будем время тратить значит в книжках указывается может быть слышь капитация костных отломков патологическая капитация хруст патологическая подвижность я честно говоря даже все пять не помню потому что они не нужны но очень часто все любят говорить вот крепитация что вы понимали до крепитация возникает когда обломки трутся друг от друга от друга боль при переломе возникает только в одном случае когда обломки трутся друг от друга есть вы хрустит не хрустит не забывайте есть как и здоровая нога или рукавом вам двинет то что это больно я у меня четыре лодыжки сломаны я знаю что это больно значит ну и патологическая подвижность тоже вот круто выходит не надо пожалуйста вот единственный симптом который вам доступен это боль при севой нагрузке что это значит если мы подразумеваем что сломана кость предплечья да ну какая то мы просим либо распрямить пальцы либо что удобнее в кулак сжать и легонечко повторяю легонечко стучим то есть не вот так вот а легонечко здесь будет возникать как раз вот микро подвижение между отломками если есть перелом ему будет больно он скажет болит здесь то есть если вы бьете сюда болит здесь то есть бьете сюда болит не здесь куда убьете это скорее всего перелом вот ну вот это вот то что я говорил что не надо ну а ну да вот боль при пальпации до при ощупывании ну понимаете при любой травме будет более при ощупывании считать как признак перелома ну глупо нарушение функции при ушибе может быть может быть нарушение функции там сильно ударился 1 10 минут вообще пошевелить не может потом нормально пошел поэтому запомнить только это ну деформация может быть вывих может быть разрыв мышц и что угодно может быть ну открытый перелом они гораздо лучше подается диагностики то что если на вас смотрят кость значит там перелом его открытый значит какая первая помощь но тут при перелом на самом деле надо один слайд оставить остальные брать вообще при травмах которые реально требуют помощи сначала самое главное понять сломано что-то одно то есть травмов сколько числе тела затронута только рука только нога только позвоночник или там все вместе опять же человек в сознании ну спрашиваем он отвечает без сознания это отрабатывается на противе занятий сейчас мы не успеем все дело обговорить самое главное остановить кровь течение если есть она может быть скрыта внутренним да то есть грубо говоря при перелома бедра человек может терять до полутора литров крови это будет незаметно вообще незаметно потому что бедро у нас о а у спортсменов о и там очень много межмышленных пространств куда она уходит это это можно реально не заметить вообще ну собственно кровотечение при перелома бедра ну она не становится что это то что изливается из кости это в самом бедре кровь бедренной кости если есть рано мы ее обрабатываем тоже лучше не йодом лучше препаратом которые вначале описал бит 1 на двоще всю лекцию посмотреть немножко поменять бит один им можно не края бит один и можно мазать всю рану до йодом мазать саму рану нельзя потому что он очень сильный окислитель сожжет все на хрен если вы мара и значит перекись водорода до часто вопрос можно ли заменить перечью перекисью перекись хоги седином или мир мистином да можно но не нужно да можно почему потому что это это антисептик нет не нужно потому что перекись кроме того что она антисептик она обладает еще свойством при реакции скрою пузырится и все механические там все маленькие пылинки там травинки она просто механически поднимает но так она опять же является сильным окислительным крайне желательно после этого промыть и рану чем угодно хоть водой из ручья пофигу вот ну если есть конечно лучше там не водой а мир мистином хлорги седины и наложить чистую повязку сверху просто закрыть обезболивание то есть один из двух условно доступных в горах препаратом для людей для альпинистов моего клуба это кетарол да потому что ну сила действия чтобы понимали у таблеток и у растворов она одинаковая биодоступность тоже примерно одинаковая но скорость начала действия разумеется разное вот так как вену колоть вы надеюсь не умеете то надеюсь не умеете поколоть надо его разумеется внутри мышечная техника три мышечных уколов google.com пожалуйста отрабатывайте на кошках соседях с подушках курицах на свиньи знаком угодно просто хотя будет как взять шприц и уколоть ну то что вот во всех руководств да там делим ягодицу на четыре части коли верхний наружный квадрант в принципе это не сильно актуально это почему делается чтобы не попасть седалищный нерв он глубоко его я когда блокаду делаю не всегда попадаю вот такой углой вот так крайне сложно попасть поэтому не парьтесь особо либо если человек лежит на спине не надо крутить есть бедро тоже большая мышца есть плечо у спортсменов альпинистов тоже должна быть там мышца большая хорошая дельтовидная вот здесь да вот сюда можно колоть тоже поэтому я написал 2 миллилитра кетарола можно сразу вот а потом ты даже через 6 часов если боль начинает быть уже можно использовать таблетки можно уколоть пожалуйста просто на укол это лишняя боль я только из этих соображений сейчас принципе вот современной медицине идет тенденция все что можно заменить таблетками например антибиотики до заменяется таблетками в педиатрии насколько я знаю это сейчас вот вообще прям очень очень сильно приветствуется это здорово разумеется иммобилизация с начала холод потом мобилизация иммобилизация обязательно при любом при любой виде травмы иммобилизация обязательно и в принципе достаточно знать два способа иммобилизации это косыночная повязка при любой при абсолютно любой травмы руки либо взять трекинговые палки ледоруб с внутренней поверхности ноги поставить ледоруб но тут тоже есть момент между ног желательно проложить вот такой слой каремата ну у ледоруба штычок обычно снизу а можно другие травмы получить вот и по наружной поверхности несколько трекинговых палок поскольку есть только и не жалко есть куча видов опять куча возможностей сделать символизацию из подручных средств которые в рюкзаке есть и там еще где-то тема отдельные лекции отдельных отработки занятий я думаю вас это все будет ну вот тут главное правило вот это не пытаться сделать красиво не пытаться отломки вставить как вам кажется не должны быть раз и второе не про не пытаться вправить вывих это 2 значит вот этот пункт нельзя бинтовать пальцы связано с тем что мы по пальцам смотрим насколько сохраню кровообращение если палец стали черными вдруг ну вы наверно перетянули значит главное что мы помним про перелом позвоночника хоть опять же по статистике подавляющее большинство перелом позвоночника является не осложненным то есть без повреждений спинного мозга но мы считаем что есть у человека болит спина при падении с высоты то а он сломал позвонки б у сломалась так что может приди спиной мозг и делаем все для того чтобы этого не было как это делаем ну блин опять же извините это надо на практически занятиях отрабатывать на лекции ну это правило одно то есть человек должен стать бревном то есть ноги и туловище и голова должны всегда быть в одной плоскости если человек человек много которые помогают это просто если мало ну тут нюансы на словах я это не объясню этой не тема лекции главное уясните падение болит спина мы считаем что позвоночник сломан то есть если таранная кость может сказать хрен с ней ну здесь тоже можем мы последствия можем могут быть уже иными вот здесь самые частые причины перелом позвоночника в обычной жизни это после горного сезона на гусятнике когда отмечает окончание на карьерах там каких-нибудь вот это есть удалось выпасть и там игры всякие пошли на дерево на дерево залез слезть не смог спрыгнул вот но это когда села за руль без подголовника до вопрос зачем нужен подголовник основные правила транспортировки при перелом позвоночника максимально расслабить мышцы спины и максимально ну сделать так что они меньше двигались первый способ если транспортирован на спине по форме поясничного изгиба лордоза до положить что-то второй способ транспортировка на животе тогда мышцы брюшного пресса они сами по себе работают как стабилизатор вот при подозрении на перелома кости таза вот а это ну это травма тяжелая поэтому тут на ней можно отдельно чуть остановиться симптом прилипшей пятки это когда человек лежит на спине мы просим его ногу поднять а он поднимает ее вот вот так то еще не может пятку оторвать он ее вот так волочит это называется симптом прилипшей пятки и и когда вы давите вот сюда вот на крылья свои сюда ну лучше не вы кто-то или свой наоборот где-то в тазу возникает боль это это тоже симптом осевой нагрузки просто ну здесь ось она такая трехмерная транспортировать в такой позе в такой позе меньше нагрузка на кости таза это так называем поза лягушки это уже на практическое занятие наверное сейчас я сейчас сейчас я сейчас ну вот эта вот схема классической косыночной повязки которых принц можно единственную знать чтобы зафиксировать надежно руку повторю еще раз то есть ее можно сделать но и всего из бандана там ну из чего можно нам несколько бандан связать там из футболки ну понятно лучше всего делать из треугольного платка как по классике да но это не всегда обязательно смысл в чем чтобы рука была под 900 градусов если возможно есть она изначально вот так значит надо думать как прибинтовать может быть просто вот так положить да я аккуратненько закрепить закрепить вот и соответственно второе так мысли ушла подождите человек говорил а руку по 90 градусов постараться то что это самое выгодное положение чтобы мышцы были максимально расслаблены принципе все они о гораздо чаще все-таки в горах возникает не тепловой удар а переохлаждение ну почему возникают тут все перечислено в горах все возможно все пункты то есть опять же если мы в том случае не раздеваемся вовремя то здесь мы не одеваемся вовремя чаще всего это происходит разумеется не во время движения к группы из 15 новичков идет один маршрут вот один самый бодрый новичок лезет сложную веревку остальные 14 стоит получится на станции потом 2 лезет 3 ну последний ждет уже три часа на станции вот и ему становится немножко не по себе ну может конечно не ними так так тоже все не надо в общем как мы можем заподозрить что у человека переохлаждение ну во первых ну и вообще в принципе в горах принято такой есть в англоязычной литературе нашей литературе в термин двойной контроль double check да по-английски вот сейчас можно говорить то есть мы всегда смотрим за напарником если напарник ушел за напарником из другой связки из третьем мы всегда друг на друга смотрим потому что как я уже говорил про горной болезни далеко не всегда сам человек может определить что они с ним что-то не так почему не потому что он такой профан а потому что уже голова включилась и он уже не может адекватно оценивать поэтому сюда смотрим пусть на стоит человек тут резко там стал дрожать весь ну наверное ему холодно надо спросить холодно до холодно все контакт есть снимаем пуховку не себя там из рюкзака достаем ему даем да потому что у вас разумеется всех с собой на маршруты снежные ими есть собой запасные пуховки правильно ведь правильно без этого нельзя если замерзли руки ноги с ногами конечно сложнее руки что мы делаем доставим запасные теплые рукавицы которые у вас тоже разумеется надеюсь всегда есть и даем либо товарищ либо надеваем сами если человек ну скажем так варианты истинного переохлаждения в горах возможно наверное только в случае вынужденной длительной остановки то есть когда человек попал в лавину или попал в трещину его долго не могут вытащить то есть я честно говоря вот за сколько вот 20 лет какая же в горы я ни разу не встречал что переохлаждение было просто на обычном маршруте даже там когда люди холодные ночевки ловили то есть сюда есть возможность как-то подвигаться и так далее вот но если человек попал в трещину если он под лавиной и даже если он может дышать там какая там вокруг его полость большая есть его там откопают то скорее всего переохлаждение вот такое бывало к сожалению один раз и смертельным исходом вот то есть человека достали живого но переохлаждение было настолько сильно что уже не успели хотя до палатки донесли живую в принципе вы надеюсь понимаясь да что альпинизм это не прогулка по красной площади это вид спорта который подразумевает собой и травмы болезни смерти ну так что понимали если переохлаждение разве можно делать вот грилки на крупные сосуды массаж тела и конечности я почему-то я читал и я просто не специалист и не вот кажется что там как раз говорил что ни в случае нельзя конечности нельзя конечности можно массаж отвечаю отвечаю нет если многие не важны то есть да можно не трогать их просто жгутом то лучше уровень ампутации сразу определить какой вам какой вам не жалко жгутом замотать и спокойно чтобы довезли ампутировали сразу грелки на крупные сосуды на нужны для того же для чего и холод на те же самые сосуды при тепловом ударе только там мы охлаждаем организм здесь мы нагреваем организм у нас нет возможности внутривенно влить ему подогретые сосуды что надо делать в таком случае что сделали бы в любой удар в скорой помощи это не говорю про больницы в любой абсолютно для чего нужен массаж тела и конечностей что такое вы начало расскажите почему вы считаете что нельзя да да не я при сильном переохлаждении кровь человека в конечностях она уже холодная когда начинаем делать массаж пытаться массажировать мы по сути вот эту холодную кровь начинаем подавать все органы которые еще тепленькие еще пока могут работать сердце там в мозг и так далее да ну вот я понял сочетание вот этих двух моментов обязательно мы греем всеми доступными методами кровь здесь она все равно движется она не стоит в конечностях она медленнее течет да но она не стоит она все равно курсирует поэтому мы грелки кладем ток на крупные сосуды этого хватает чтобы согреть весь организм крупные сосуды это вот здесь брюшная аорта то есть там я максимально подходит к к поверхности это сердце собственно само это сонные артерии до которые все могут у себя нащупать и это паховая складка там бедренная артерия ну еще еще под коленом ну туда сложнее просто что-то положить ниже уже по сути не надо теплой питью обязать то есть греем всеми возможными способами массаж конечности нужен как раз для того чтобы кровь вытекала нормально потому что как я говорил что при теплом ударе что здесь великой вероятность тромбоза это не менее грозная вещь на чем чем что-то еще и умирает от нее не реже ну тут можно не совсем голыми телами конечно тут уж как приятно я помню кто кто-то рассказывал из опытных горных врачей ссылаясь на исследование каких-то опытах немецких врачей я честно не нашел это след я пытался вот то что класть надо обязательно то есть человека который уже при смерти при переохлажив из-за переохлаждения надо класть между телами другого пола для того чтобы активизировались самый главный инстинкт размножения и дал команду жить история красивая статью не нашел история красивая возможно ну я я искал я искал не нашел ну да ну да ну да и как-то отогреть нужно если все таки за эти 15 минут и вот там подобрал подводный вот дошла и разные варианты досмотрели ну вот значит доктор не обманул значит было такое действительно я пока не пробовал ну пациентов не было конечно теперь могут быть те которые прикидываются ну не знаю для этого опять же голосовой контакт иголку под ноготь если встает за симулянт вот если но это уже это не для гор разумеется но это так для понимания если ваш там друг близкий человек по каким-то причинам не смог попасть за мощную скважину ключом и решил уснуть на улице при минус 30 его все-таки сердобольный сосед притащил домой то не надо его сразу запихивать горячую ванну до сыграть надо постепенно начиная с комнатной температуры то есть с холодной воды до 20 градусов это ну для нас это холодного до для организма началась холодной холодной воды и постепенно нагревать вот значит при обморожении не путаюсь отморожением отморожение состояния головы вот отдельных людей обморожение это как правило конечности там уши нос и что там еще при отмора чтобы я даже скажу так что делать чтобы отморожение не было потому обморожение извините потому что когда она уже наступила ну ваша роль как там спасать или первичная звена свой с того чтобы человек быстрее просто доставить больницу больше вы ничего сделать не можете ну опять же дать только препарат тромбоаз для того чтобы кровь была более жидкой ну теоретически это как-то поможет теоретически может не поможет вот когда вы три часа стоит на станции ждете пока горе скала с пролезть первую веревку чувствуете замерзаете вот прямо вот берете да и и со всей амплитуды начинаете рукой прям именно взмах не просто сейчас вот прямо с махом вот чтобы вот был вот такой вот рывок если эта нога ищите камень держите за соседой и начнете камень долбить то есть не просто такая лишь вот был был удар в конце это лучше всего даст вам возможность улучшить кровообращение в руках нога в пальцах вот ну а лучше всего конечно вы выбирать обувь которая не промокает перчатки которые не промокают имеет 10 пар запасных носков не идти на эльбрус при ветре снеге когда ничего не видно ну в общем думать головой у меня есть знакомый у него была мечта сходить на эльбрус он я могу в цифрах путаться раз шесть-семь по каким-то причинам не получалось потом он сказка масс компании потом решил ну нахрен подруга это один пошел один ведь все хорошо значит чувствую что-то происходит как-то вот вроде еще рано а на встречу много людей попадается то есть которые спускаются тут я понимаю что как-то вот резко ничего не видно пруга и так далее подумал я смотрю прогноза тоже будет хорошо в общем он пошел наверх нашел какую-то палатку чудом оставленную кем-то я не знаю что мы уже забыли и залез туда спокойно переночевал утром встал что же он пошел вниз нет пошел наверх у него сейчас нету в сумме сейчас ну порядка у нас всего сколько фаланг получается на каждой руке по 15 до 30 фаланг да в сумме получается нет 28 большом пальце 2 фаланги вот у него нету но порядка 14 порядка по и фаланг у него нету да 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 доволен или будет сходить ноги честно говоря не помню не буду врать не помню ну я бы про него не вспоминал но он он лазил тогда лучше меня ну смысле уже без пальцев как как нет получалось не знаю но это было красиво но это не это не значит что пальцы можно не жалеть вот у меня все